и вот мы в августове выгрузились готовимся на выезд а а и а и и Готовы к старту? Готовы, готовы Точно? Точно А ты куда уходишь? Короче, у нас сегодня цель проехать 80 километров Если не получится, свернем на дорогу Поедем по дороге, там 30 А еще одна цель затестировать телегу Как она себя поведет на дальних расстояниях В эту поездку мы навязали с ребятами из группы Вело по катушке Варшава Маршрут предполагался очень интересный От Августова до Сувалок по трассе Грин Вело Добрались до Августова на автомобиле Закинув в багажник наш складной скарб Два велосипеда, телегу и сумки В сумке набил максимально возможное количество хлама Который мог пригодиться для автономной поездки Поэтому они вышли очень увесистыми Но целью поездки было выяснить Первое, насколько реально передвигаться на Бронтоне на большие расстояния Ведь на просторах интернета есть люди, которые пересекали на нем Байкал Которые катают на нем по Китаю и прочим дальнобоям И второе, реально ли таскать за собой телегу, набитую туристическим хламом На эти вопросы я отвечу немного попозже А тем временем мы разгрузились, разложились, подготовились и тронулись Это экспериментальный пробег Маршрут начался в Августове Город Августов известен на всю Польшу своими ароматными лесами, живописными водоемами Он считается неофициальной летней столицей Подляссии или Северной Венеции Так как четверть его территории занимает вода Статус курорта Августов получил в 1993 году Город окружают 9 озер и Августовская пуща, огромный лесной массив Коммерческое значение город приобрел в 1825 году Когда был проложен Августовский канал, который соединил Неман и Вислу Августовский канал – это память гидротехнического зодчества длиной 101 км Является судоходным, канал соединяет 7 естественных озер и 11 рек Здесь можно сделать яркие фото, поплавать на байдарках, заняться рыбалкой или каякингом А также увидеть архитектурные памятники и посетить местные музеи Проезжая по Августу, чувствуется, что природа там вообще дышится очень легко Касаемо велосипедных дорожек, ну, по центру там булыжничек лежит Вдоль берега идет плиточка Проносились мимо нас красивые виды, как в городе, так и за городом Времени не хватило, ибо не было цели посетить Августов Но, я думаю, мы это все дело со временем наверстаем Короче, телега говно Попробовать же надо Попробовал Назад тянем А сама по себе сколько весит? Три Ну, нифига Ну, не, наверное, нагружено тоже так нормально Ну, прилично Почему скинут? По городу Ну, да, ну, да Это прикольно, вот так вот машину, где-то езжу, пара, запопробовал машину, взял эти верики и поехал кататься Конечно, супер верики Так на дальняк-то тяжело Один кекс Байкал пересекал, Аня Не, надо, наверное, сейчас надо спросить, как у скорости, а у меня какие-то Фу Бля, я как бутылка Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вот, проехав асфальто-плиточную дорогу, мы попали на грунтовку О, да, шикарная укатанная дорога с кучей мелких ям Колейкой, засыпанной песком и мелкими камнями После очередного спешивания мы поняли, что это совсем не то Это не для Бромтона И тем более не для веса в 30 килограмм Который телепался сзади в виде телеги Постоянные соскоки с велосипеда И волшебное превращение в пешехода Который оказался посреди леса И тащит за собой груду металла Который при малейшей возможности Радостно ныряет в ближайшую песочницу Это то еще сучье развлечение Естественно, ребята на более приспособленных для этого великах Быстро уехали вперед И дали нам шанс любоваться открывающимися видами Чем мы с радостью и занялись Наряду с этим мы постигли истину О том, что те люди, которые катают на Бромах На дальние расстояния без асфальта Либо дикие дрочеры Либо есть какие-то запредельные по своему удовольствию От этого извращения, которое мы постигнуть не в состоянии Уверенности этому добавляла и наша телега Использование которой мы видим Только для перевозки чего-либо объемного в пределах города Или для совершения тотальной закупки провианта в Ашане Конечно, если нам придет в голову в следующий раз Поехать на дальние расстояния в этой комплектации Мы несколько раз убедимся в том, что дорога состоит исключительно из асфальта И не имеет подъемов В ином случае, как показала практика Средняя скорость за день с учетом бездорожья Остановок на отдых И пеших перетаскиваний своих транспортных средств Будет не особо выше пешеходной Мы смело можем добавить к этому Полностью забитые мышцы ног Паршивые настроения Благо оно нивелировалось красотой местности И не останавливаться там было преступлением Субтитры сделал DimaTorzok Пробираясь грунтовыми песочными дорожками По этой красоте И запуская дрон на разведку Мы обнаружили шлюз Мы так думаем, что это шлюз Пшевензи Один из шести шлюзов Который является самым популярным шлюзом На августовском канале Опять же он здесь не один Все будем разведывать, расследовать И готовить информацию Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот тут красотища. Которая окупает все косяки дороги. Так, вот синий велик, это нам вон туда, вон, 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 вон туда, блин и опять в горку. Да, надо делать себе какие-нибудь туринги. Не, ребятульки, на Бромтонах, на Гринвилла делать не хуя. Короче, песок, ухабы и прочее. Опа, опа. Белое Августовское озеро. Другое название. Белое озеро или Криховецкое озеро. Озеро имеет площадь 480 гектар. Береговая линия хорошо развита с многочисленными заливами. Берега в основном высокие и сухие, поросшие соснами. На озере 4 острова. Общая площадь 1,5 гектара. Белое – одно из ленточных озер. Оно простирается по широте. Дно разнообразное, с бордюрами и холмами, идущими по длине озера. Первое упоминание о названии озера относится к 16 веку, когда войны Минтгауса и Гадиминаса проникли в эту пустыню. Лешик Чарный должен был победить Ятвегов в победоносной битве. Вероятно, тогда озеро было названо Белым из-за бесчисленных белых водоплавающих птиц, которые селились на берегах и парили над поверхностью озера. А происхождение названия озера свидетельствует и очень яркий, почти белый цвет его дна. В окрестностях озера Белого есть отели, санатории, частные дома и кемпинги. По озеру курсируют круизные лайнеры из Жиглуги-Августовской. На западном берегу озера на полуострове Пень у залива Ожеховка находится историческое здание 1935 года постройки, в котором до 1939 года размещался офицерский яхт-клуб. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ехал и упал, упал от чувств вот этой вот дремучей неземной красоты. Ладно, шутю, покурить захотелось. Но вы только посмотрите. Я не знаю, кто эти люди, что так ухаживают за лесом, такой дремучей-дремучей лес. Такая красотища. Ничего нигде не валяется. Когда видишь такую картинку, жалеешь, что нет хорошего полнокадрового фотика с оптикой. Высаживают лес, ограждает его. Субтитры создавал DimaTorzok Убирают валежник. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Кнопка пошла в сказку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот мы доехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это вот наша спаленка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот. Пойду. Вывод какой. Бронтон не для таких поездок. В следующий раз будем делать немного по-другому. Пока не скажу как. Но по-другому. А телега это вообще говно полное. Ну для таких поездок. Природа обалденная. Все хорошо. Сейчас будем ужинать. Второй день порадовал нас солнышком. Красивыми белыми облачками. И отсутствием ветром. Но ноги можно было отпиливать и отдавать собакам. Красивости по пути маршрута было огромное количество. Поэтому мы решили продолжить дальнейшие движения в машине сопровождения группы. И вот позавтракав и забив под завязку. Большой и удобный багажник. Мы отправились в путь. И первой точкой нашего дневного маршрута стала Цисова гора. Называемая Сувальской Фудиямой. Местность в этом районе Польши очень холмистая. Ухоженные лужайки с ровной травой огибают зеленые деревья. Солнце светит на все это теплым светом. А по голубому небу безмятежно бегают барашки облаков. В этой местности обратили внимание на большое количество камней тут и там. В особенности возле распаханных земель они собраны большими горками. Или лежат у дороги. Встретилось поле сплошь покрытое большими камнями. Как там показалось, а может так и было. На некоторых из них были прикреплены таблички. Нужно будет обязательно выяснить про это. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Гора Цисова 256 метров над уровнем моря Холм расположена в ландшафтном парке Сувалки. Его создавала конечная марена. Это отличная точка обзора. Название горы происходит от Тиса, который, вероятно, раньше рос на ее вершине. Его также называют Сувалки-Фудиямом, потому что он напоминает конус вулкана. А также гору Сипана, потому что существует легенда, что гора навалена из земли, выкопанная во время создания озера Копана. На вершине горы Цисова был установлен крест и мемориальная доска в память о паломничестве Иоанна Павла II в Польше в 1999 году. Сувалки-Фудияма стала символом региона Сувалки. Сувалки-Фудиям 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok